Пальцами жимаешь краник Пальцами жимаешь партер, даже если ты пенсионер, накручу тебе сегодня ампер Е-бой, бойер, е-бой, е-бой, бойер Привет, Ге-е-е! Да, друзья, мы не переживаем о своей победе, потому что за нас болеет реально полстраны и даже тренеры С чего ты взял, что тренеры болеют за нас? Ну, наша стихия вода, а что-то я не вижу на их столиках, бутылочки с огнем, землей или воздухом, понятно? Думай! Вот это я вовремя заскочил! А ну на, держи платежку за свет! Сколько? Рано, держи платежку за отопление, вот сейчас! Сколько? А что ты хотел? У нас автокефальное отопление Это как? Ну, смотри, газ московский, цены киевские Поэтому спаси и оплоти нас всех Здесь кто-то сказал спаси! Жека, ты можешь быстрее? Ты хочешь, чтобы я до тебя с одышкой добежал или что? Ты вообще кто? Я спасатель юмора! Спасатель? Ты что, мазь? Ух ты, как я вовремя, держи Жека, а тебя не смущает, что спасатели, они обычно накачанные? Я тоже накачанный В смысле? Ты думаешь, трезвый человек голым на сцену выйдет? Так, а где мой бинокль юмора? О, значит, там ржут, классно! А мужчина у вас петрушка в зубах застрял Некрасиво, вытащите Шо ты палишь меня, ты, Ося? Шо! Шо! Жека, что такое? Кто-то таблицу для зрения повесил, прикинь? Ух ты! Тревога, там человеку не смешно! Боже мой, братан, я здесь! Я бегу, чувак, я здесь! Давай! Открывай рот шире! Открывай, давай! Жека, что происходит? Что ты делаешь? Это был искусственный смех, рот в рот! Жека, давай возвращаться на сцену! Жека, я извиняюсь, это кто? Ты с ума сошел, что ли? Это же звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсона. Это Памела Андерсона? Више, Эльдар, держи себя в руках, пожалуйста, эмоции при себе. Держи женщине за 50, между прочим. Годы берут свою, понял? Она тоже спасатель? Какой же ты глупенький. Это же Памела Андерсона, она для красоты. Ну что, бойлеры нагрелись? Да! Тогда вперед купаться в горячих номерах! Ввиду проблем с горячей водой, в последнее время может возникнуть такая ситуация. И так в одном из подъездов. О, горяченькая! Да, голосуйте за Тимошенко. Слезы, то солона вода. Отож, зустрічайте! Человеча казка про те, що чоловіки не плачуть. Скажем мені, чи плачуть чоловіки? Ніхто не зна, то сльоза, або то вода. Чи не вода? Таня, поча про те, що чоловіки не плачуть. Чоловіки не плачуть. Таня, поча про те, що чоловіки не плачуть. Евгений Кашевой. Итак, первый случай, когда мы тянем Евгения Кашевого. Итак, где-то на рыбалке вид на глубине. Капец, неделю в морозилке, потом в морду плюнули, на крюк насадили, или зашибись в дождик погулял. Хорошо, хоть место тут не рыбное. Опаньки, ты что прикарливать начал, а? А, значит, так, рыбы, я вас всех предупреждаю. Если вы думаете, что я один, а вас много, и я с вами не справлюсь, вы глубоко ошибаетесь. Я надвое сейчас порвусь, мы вас вдвоем всех уроем, поняли? Земля, лопата, вода. Вся жизнь перед глазами пронеслась. Ладно, план Б. Михалыч тяни и клюет! На протяжении многих лет облить водой или кинуть бутылкой было главным оружием депутатов против журналистов. Но благодаря народному депутату Олегу Барне все изменилось. Встречайте, ария мистера Б. Снова туда, где часто бывал. Снова туда, за то, что послал. Вроде три буквы, но каков результат? Публика ждет, чтоб пошел депутат. А в этом месте буду я не один. Там члены фракции, кто мандатом един. Там все, кто в роде, мы большая семья. И ты усра... Судьба моя. Друзья, полуфинал. Четыре команды, четыре стихии. Каждая из нас хочет... Лилу дала сбила паспорт. Ёвович, мило! Жека, ты разрушил наши подростковые фантазии. Да подожди, это пятый элемент. Он поможет победить нам в Лиге Смеха. А почему вы просите помощи у меня? Ну ты же пятый элемент. С чего вы взяли? Может, я Тимошенко. В смысле? В смысле? Вот, смотри. Жека, ну ты можешь по сценарию пошла? Да-да, все-все, тихо, извините. Значит так, для того, чтобы победить в полуфинале, нам нужно активировать все четыре стихии. Значит, я вода, я уже выпил. Воду я выпил, воду, тихо, спокойно. Для того, чтобы активировать землю, нужно кинуть три горстки земли в яму. Раз, два, три. Для того, чтобы активировать воздух, нужно подуть на одинокий волосок на голове ткача. О, смотрите, полетел. Да. Ну а чтобы активировать огонь, нужно что-то особенное. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Ну как? Первый раз вижу, что прыжий из Иванычек так классно пел. Так, короче, я понял, все ясно. Не нужен вам пятый элемент. Вы поймите, что это Лига Смеха. В Лиге Смеха каждая из четырех стихий уникальна и смешная по-своему. Жека, столько воды в тексте. Зато в тему, чувак. Киев, спасибо за тепленький прием для вас. Лилу Кашевой. И Луганская сборная. Луганск. Украина. Лист летит на лист, все осыпались, и дождь хлещет по дождю. Виталий Кличко. Като Юдай. Токио самый технологичный, самый культурный и самый архитектурно богатый город. Это не Лондон и не Дубай. Здесь сумоисты, гейши, якудзы и самурай. Не Киев. Здесь не отключают тепло или сверху. Не Вильнюс. Литовских машин по мини-зистет. Так что же. Здесь суши, сумо, карате, кимоно. О чем будет у нас полотно? Луганская сборная в Токио. Канешуа, Канешуа, Токио. Ну, здравствуй, город, в котором мы еще не жили. Ю-ху. Ничего себе. Вот это я понимаю. Программа «Доступное жилье для переселенцев». Ладно, небольшая экскурсия для зрителей по Токио. Это известнейшая в Токио телебашня. Ну, котик, где-то 4G ловит. Опачки! А что тут делает магазин «Рошен»? Вау-вау! Это посольство Украины. Все, поржали, он Адзилу разбудили. Паша, прячься! Класс! О-о-о-о! 20 лет ждал, блин! Руки не дотягиваются просто! О-о-о! Жека, это что такое? Ты кто? Я Годзилла! Меня никто не может победить! Меня атаковали танками! Пехотой! Вертолетой! В меня даже один раз торпеда попала! И чё? Ничего, бухать теперь не могу! Бухать не могу, но вам помогу! Раунд! Раунд! И как ты собрался нам помогать? Значит, для начала переименуем ваше выступление в «Операцию объединенных сил». То есть, тух, поменяем название, и это поможет нам победить? Слушай, ну люди же не заморачиваются, тебе чё заморачиваться? Правильно? Гена? Гена! Вы кто, молодой человек? Я вас не знаю. Ну, Гена, крокодил, Ялта, 76-й, телефонная будка, ящик с апельсинами, ну это... Не помню. Ну, вспомни! Мороженое, день рождения, голубой вертолет, тёлочки! Тёлочки? Походу, мы какие-то не те мультики смотрим. Послушайте, молодой человек, я не Гена, я Годзилла! Эх, Гена, Гена, какой же ты всё-таки хладнокровный! Так, короче, Жека, как ты старался нам помогать? Да я, наверное, пойду посплю, пацаны, чё, я зря пижаму одевал. Жека, нормальный костюм, чё ты так подходит, пацаны? Такой пижаму, да! Зачастую родители не обижаются, если их дети не оправдали надежд. Только если это не японская семья сумоистов. Ну ты урод! Прям дрыщ! Пап, да у меня просто кость узкая! Вот! Бери пример сестёр! Один раз к бабушке на лето ездили! Пойми, папа, я хочу стать каратистом! Хорошо, докажешь, что сильнее меня, делай, что хочешь! Бить батю в подбородок! Бежать! Беги! Бабушке! Бабуська! Когда женщины ещё не видели смысла в алкоголе, а уровень вокала измерялся октавами, а не балами, японцы изобрели караоке. Учитель, а почему всё-таки караоке самое важное наше изобретение? А потому, что люди поняли, что жизнь — это полоса белая и полоса закрашенная. Слушайте, а что же это всё-таки такое? Запомните, мои ученики, караоке — это то место, где за один вечер ты можешь побывать в Лондоне, увидеть пески Сахары и заснеженные Альпы. И всё это под песню Шуфутинского «Третье сентября». Учитель, а кто ходит в караоке? О, в караоке ходят только думающие люди. Думающие, что хорошо поют. Учитель, а что в этом хорошего? Ну, как вы не поймёте! Ведь только в караоке мы можем увидеть, как Ракицкий после полтишка поёт гимн Украины. Учитель, мне это всё не нравится. А потому, что ты слаб духом, мой ученик. А караоке — место сильных людей. Слабые после клуба едут домой, а сильные — в караоке. Ну и чтобы окончательно ублажить всех в этом зале, мы позвали главную японскую гейшу. «Третье сентября» «Не дождался тебя, Хатико». Игорь-сан, спасибо, что помогаешь нам. Ты щуришься как раз в тему «Токио». Сакура опала, а по бокам ещё цветёт. Ткач пришёл. Лысина сверху, снизу борода. Яичко в гнёздышке. Надя-сан, мой тебе совет. Неправильно приготовленная рыба-фугу может начать твою сольную карьеру. Оля-сан, у тебя такие красивые длинные ноги, как палочки для суши. Так и хочется подержать их в руках. Но... Но... Самое большое наслаждение и расслабление я подарю Жене Кашевому. Очень большое расслабление. И таки маслигосмеха. Вот Жека красава всё-таки, а! Сказал в бабу переоденусь, переоделся. Ну, молодец. Пацаны, я, знаете, как настоящий самурай. Я ради вас на всё готов. О-о-о, тебя за язык никто не тянул. Тогда хорошо. Вот. Ешь васаби и говори финальные слова. Пацаны, может, не надо? Как говорят в Японии, надо, Федя, надо. Так сейчас жрать. Сейчас. Друзья, посмотрите, эти парни рвутся к победе. Так же, как рвётся наружу моя язва. Киев. Рига-то затёплый. Какой нахуй? Горячий приём. И вени Кашевой. И был. И луганская сборная. Луганск. Донбасс. Украина. Прямо в тему сейчас. В тему вообще. В доме одного уважаемого человека, большого фаната Лиги Смеха. Это фигня для детей. Где порошок отечествует? Я не знаю, босс. Видит Чапкис. Я не хотел. Ты кого хранишь, мальчик мой? Мне исполнилось только первые восемьдесят девять лет. Ну-ка, дети мои. Нет, извините, не вы. Не вы. Люки. Выходите, пожалуйста. Мы здесь, мы здесь, Григорий Николаевич. Вот мои дети. Григорий Николаевич, да не переживайте вы, что он так говорит. Просто Влад Яма считает себя лучшим танцором. Кто? Влад Яма. Лучший танцор? Ха-ха-ха-ха. Я вам покажу, кто лучший танцор. Разойдись. Разойдись. Вот. Григорий Николаевич, это что получается? Вам восемьдесят девять лет. Это вы прожили три жизни Нади Дорофеевой. Может быть, завтра с Ямой разберемся? Нет, завтра я не могу. Мне надо часик одному в ресторане побыть. А зачем? У Григория Николаевича встреча выпускников. Влад, у тебя два пути. Первый. Ты извиняешься. Или... Хотел вам рассказать историю из моей жизни. Это было недавно, 65 лет тому назад. Я пошел провожать свою жену на вокзал, на отдых в Крым. Дождик идет, и здесь навстречу идет красивая молодая женщина, крашеная и яркая блондинка, ноги от челюсти, юпочка до критического состояния. Ну, на обалдеть можно, ну... Мурлей-мурло! А подождите, а каким вы тогда были? А я тогда был молодой, красивый, высокий, широкопречий, умный, как Зеленский. Подождите, Григорий Николаевич, а о чем это вы? Да, Григорий Николаевич, а это вы к чему? Влад, мы договорились с тобой. У тебя два пути. Один, ты извиняешься. Или второй, батл! И у нас батл! Григорий Чапкис против Влада Ямы. Влад Яма выбирает место. Григорий Чапкис, время. Время 11 сентября 1968 года. Подождите, Григорий Николаевич, ну Влад Яма тогда еще не родился. Ха-ха-ха-ха-ха! Так это же 1-0 мою пользу! Да, все верно. Слушайте, может не будем этого делать на глазах у тренеров? А кто-то судит, покажи. Смотрите, тренеры в Лиге Смеха делятся на два типа. На участников танцев со звездами. Да. И на народного артиста Стаса Баклана. Стасик, Стасик, сиди, сиди. Не волнуйся. Малолеток я не трогаю. Оленька, может быть, я буду тебе папиком? Наденька, может, я тебе буду детиком? Ну что, Влад Яма, твое время пришло? Подождите, но тут слишком много свидетелей. Григорий Николаевич, что нам делать со свидетелями? Убрать! Убрать! Всех убрать! Но как? Моим танцем! Прошу! В смысле? Ура! Вдоль, три, четыре! Поба! Давай! Давай, давай! Браво! Луганская сборная! И Григорий Чапкин! Это мы еще не репетировали, и мы еще трезвые! И Луганская сборная! Зеленский пришел! Сколько лет! Сколько зим! Это же Лига Смеха! Поэтому сидите, ребята! Это же Лига Смеха! Я тебе расскажу анекдот! Давайте! Коротенький такой на полчаса! Он тебе пригодится в твоих халтурках! АПЛОДИСМЕНТЫ Класс! Приходит к главному врачу психотерической больницы Интеллигентный молодой человек И спрашивает Скажите, пожалуйста Вот у вас вечется мой друг Он ученый Грамотный и воспитанный Как вы определились, что он сумасшедший? Он говорит Очень просто Он утверждает, что он Наполеон А как он может быть Наполеоном Если я Наполеон? АПЛОДИСМЕНТЫ Неплохо! Возникает вопрос Как? Влад, Яма! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как Влад Яма может быть лучшим танцором Когда лучшим танцором МОНАТИК! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А я МАЛЕНЬКИЙ СКРОМНЫЙ НАПОЛЁТ! АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, ваши бурные аплодисменты Народный артист Украины Человек третьего тысячелетия Обладатель премии Золотой фонд нации Почетный профессор Национального университета Культуры и искусств И Киевского института Имени Бориса Гринченко Первый судья первого проекта Танцы со звездами Григорий Чапкис Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Недавно Петр Алексеевич Извинился за невыполненное обещание Таким образом дав старт новому тренду Которым мы тоже решили воспользоваться Поэтому простите все те, о ком мы шутили АПЛОДИСМЕНТЫ Прости, за что шутили мы Про ямы и мосты Ведь все прекрасно так Прости, прости нас комаров И здесь не надо слов Ну, здравствуй, Тищенко! АПЛОДИСМЕНТЫ Прости, за шутки все, Олег Ты взрослый человек И это все терпеть Суя Моя Друзья, мы надеемся, что вы готовы простить не только нас Простите наши супермаркеты за то, что вечно работает только одна касса Простите утреннее меню Макдональдс Это для того, чтобы люди не забывали о шаурме Простите за размер новых монет Одна и две гривны Зато берешь в руку и понимаешь Денег снова мало Мало Друзья, простите людей, которые во время матчей Киевского Динамо почему-то бегают по полю в их форме Простите Женщины, простите, что в нашей стране всего один Олег Винник Простите за январь и февраль 2019 года Фиг его знает, сколько будет стоить отопление, поэтому заранее простите Простите авторов передачи СТБ за то, что мы живем в опасном, наполненном красиво поющими толстыми демонами месте На которых даже хату не оставишь Люди, простите за пенсионную реформу Не мы ее принимали, но никто кроме нас перед вами за нее не извинится Друзья, простите за бардак в стране Относитесь к этому просто как к творческому беспорядку Простить Нельзя всех взять простить Есть те, кого совсем Простить не хочется Простить не хочется Выруби! Простите Ты Прости за то, что было И цени все то, что есть Не грусти о том, что не сбылось Ты Прости меня Но помни Завтра Будет новый день Будет В нем совсем не тяжело Простить Простить Луганская сборная Спасибо Встречайте! Английская линия одежды осень-зима, 15 век и до наших дней Ты Ты никогда не подумал, что Луганск может выйти так и петь вот так Столько модных пацанов, а теперь лишь лох Всех эпох Пиджаки, джинсы пьёшь Сейчас таких ты не найдёшь Где я взял свой желез Ты запоминай совет Ха-ха-ха-ха Секонд-хенд Секонд-хенд Ха-ха-ха-ха Секонд-хенд В субботу новый завоз Гуринин, леди и джентльмены На сцене вся английская мода Здравия желаю The Capital of Great Britain Ская полиция моды Вы арестованы за безвкусное Ношение одежды В смысле безвкусное? А шо это за Тищенко на танцах со звёздами? Нет, вроде накаченный Но выглядит так нелепо вообще Вообще-то это оксфордский стиль Где футболка? Да ну, футболку под свитер жарко Так, это что? Я победитель турнира Большого Шлема Оу, конгретюлейшнс Сэнкью Помогите, пожалуйста Сенсация, сенсация Владимир Зеленский на концерте Святослава Вакарчука заявил, что он идёт Подождите, что это было? Английские новости Вау, а что это за представитель классической английской моды? И тонкого английского юмора В смысле? Сэр, не желаете завтрак по-английски? Не откажусь Брэкфаст Репит, плиз Брэкфаст Репит, плиз Брэкфаст Это по-вашему английская мода? Ооо, ты слишком маленькая, чтоб на это смотреть Гудбай Жека, это что такое? Я Винни-Пух В смысле ты Винни-Пух? Ты просто голый на сцену выперся То есть в детстве вас вот это не смущало, да? Ладно я, вы в чём вышли-то вообще? Да на нас ты стрелки не переводи, одень штаны Я в штанах Я их просто переподвернул Жека, вот как ты относишься к английской моде? Значит так, между прочим, я самый модный персонаж всех детей всего мира, понял? Все хотели быть похожими на Кристофера Робина, и чтоб у них был я Сэр, вы бы постеснялись, у вас вообще-то две дочки Слушай, а если бы я постеснялся, у меня не было бы двух дочек, понял? Жека, объясни, вот где ты и где мода? Я, между прочим, по жизни всё время руководствуюсь главным правилом модельера Ага, каким? Как говорит моя мама модельер Главное, чтоб попу прикрывала Ты кто? Я Винни-Пух Это я, Винни-Пух Это я, Винни-Пух У меня есть пятачок Это у меня есть пятачок А у него есть ружьё У меня в голове опилки А у меня вата Ах, ты ж Сепар Я сосу лапу Ладно, ты Винни-Пух Так, Жека, короче, уходи вместе с ним, ты никак не относишься к английской моде Ой, сейчас Ну вот так же, совсем другое дело Луганская сборная, let's begin the campeon Come on! Друзья, англичане являются законодателями не только классической моды, но и классической науки После того, как Исаку Ньютон на голову упало яблоко, он придумал закон всемирного тяготения И после этого Исак решил, что все гениальные мысли в его голову будут приходить именно так Итак, шёл четвёртый час гениального открытия Родинка – это родина карлика Сосульки – это зубы крыши Глобальное потепление – это бесплатное топление, нет? Лисички – это грибы, которые посадила лиса Формула спирта – С2, H5 Дура, сейчас реально что-то гениальное было! Голосуйте за Гриценко Ставки на спорт! Быстрые выплаты! Большие выигрыши! Дела соприкасаются друг с другом равными по модулю и противоположными по направлению! Ой, сильно ударило, да? Ага, да Заначка в синей книге! Ох, наконец-то! Друзья, мало кто знает, но именно в Англии зародился секонд-хенд Итак, первый английский средневековый секонд-хенд Подходим, покупаем! Прошла новая заруба, а это значит новый завоз! Молодой человек, а где женская одежда? Ой, знаете, тут всё вперемешку Бой-то посреди деревни шёл Ищите! Я извиняюсь, а есть вот такой, только на размерчик побольше Ща я на складе посмотрю Ага Я же свой Почти навьет Тревога Кельты идут О, девушка Если до обеда подождете Юбочки подвезут Отлично Помогите У вас тут дырочка Да я скидочку сделаю А подскажите, ваши еще где-то воевали? О, да по всему лесу А, ну я тогда еще похожу, посмотрю Если что, вернусь Аккуратно, да Друзья, английская мода Это не Смотрите, это Вильям Волос Не, я Жека без волос Я за модную революцию Жека, че ты опять в юбке выперся? Это не юбка, это одна штанина клеш Че ты синий? Хватит со мной разоваривать, как Зеленский Даешь модную революцию Жека, сейчас на твою революцию полиция приедет Да я их заверсту, услышу Понял? Ага Ага А ты ей что? А она тебе что? Серьезно? Ну вы даете Нет, ты первая Давай вставай Нет, ты первая Поднимайся Так, Жека, давай ближе к теме Да, хочу обратиться ко всем мужикам в зале Мужики Снимайте штаны и айда ко мне Слишком радикально обратился А мужик должен выглядеть, как мужик Если у него пятно на рубашке, это не повод стирать вещь Оно показывает, что вы сегодня ели И запомните Там, где трава выше Шотландцы ходят веселее Жека, ну это вообще какая-то немодная революция Немодная? Чтоб доказать, что модный я мужик Не делаю банальные поступки Я не закатываю себе штаны Я гордо поднимаю юбку Жека, стой! Жека, ты сейчас так тренеров напугаешь Кстати, да, тренеры, вступайте в мои ряды Донашивать вещи за старшими, это нормально Он, Ласточкин, донашивает бывшую партнершу ткача по танцам со звездами Нормально Баклан, баклан не старый Баклан — это винтаж Владик Низ, да С верхом нужно поработать С корпусом, понял? Да Ну вот и все Жека, к чему ты это все? Скажи Ладно, все, я признаюсь У меня просто перед выходом на сцену штаны Рэпнули и все Вот Ну, видишь, зато в тему В тему, правда, да Он бесстрашно за собой убедет Освещает лысиной путь вперед И даже если забудет песню за всю команду Он будет глотку рвать 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 Капиталов Украины